У нас-то проблема с Грузией, я имею в виду не у нас с вами, а у российской элиты, проблема с Грузией в другом. Это проблема системности, это проблема в разных цивилизационных векторах. Просто Россия выбрала свой вектор, этот вектор пока что вектор прошлого. Ну как по-иному назвать единовластие, которое требует своего обоснования, своей легитимации в постоянном державничестве, в постоянном поиске сателлитов и сфер влияния. Вот это российский вектор, который трудно назвать вектором 21 века. И с другой стороны Грузия отнюдь не при Саакашвили, а уже кстати при Шеварнации, выбрала иную траекторию движения. Выбрала траекторию движения в Европу. Ну и кстати, кстати Фёдор лучше об этом знает. Грузия, пожалуй, является наиболее европейской из многих новых независимых государств. И пожалуй более европейской страной, чем Россия. Это в каком году? По крайней мере в начале 12 века крестоносцы вместе с давидным строителем, кажется, боролись с турками, седжуками. Это в европейских столицах, когда у нас не знали слово Грузия, читали Витязя в тигровой шкуре. То есть уже тогда Грузия, во-первых, имела государственность, во-вторых, была эта страна христианская, и в-третьих, она принадлежала к европейскому дискурсу тогда еще, начало 12 века. И поэтому грузины помнят эту прерванную государственную традицию, которую они хотят возродить, разными иногда не очень умными способами. Поэтому прежде всего вот этот вот разный цивилизационный вектор является причиной вот этих драматических коллизий, которые происходят между двумя странами. Что означает? Что если уйдет Путин и Медведев, и уйдет Саакашвили, возможно, мы можем прийти к какому-то прагматизму в отношениях. Скажем, как Россия и Польша сейчас выравнивают отношения, несмотря на наличие системных проблем, смена лидеров. Вот. Хотя и очень трагические обстоятельства сопутствуют этому в отношениях между Россией и Польшей. Но я не уверена, что смена лидеров в Тбилиси приведет к сотрудничеству и, скажем, к партнерству между Москвой и Тбилиси. В силу вот разного вектора. И в силу того, что раньше, Виталий, Россия была для Грузии мостом в Европу, а сейчас стала забором. Ты готов? Я бы сказал, с 89-го года, когда, значит, Грузия... В Гунсахурде. Да, в Гунсахурде. А дальше было наслоение взаимных глупостей, ошибок, преступлений и просчетов. Но, конечно, вот это вот то, о чем сказал Риля, это государственная традиция Грузии, уходящая далеко в прошлое, что отличает ее от очень многих других постсоветских стран, это принципиальная вещь. И от этого, от этой памяти грузинская элита не откажется. Вопрос в другом. Россия забор. А за забором что? Разве Европа сегодня на что-то способна? Спасибо. Это было мнение Рили Шевцовой и Федора Лукьянова. А сейчас мы послушаем...